В рамках летней оздоровительной кампании в Славянском районе проводится выездная творческая акция «В гости к соседу». Артисты сельских домов культуры для ребят других поселений проводят всевозможные развлекательные мероприятия, начиная от кукольных театров и заканчивая конкурсами и дискотеками. На одном из таких представлений побывала и наша съемочная группа. Подробности в следующем материале выпуска. В станицу Анастасиевскую в гости к соседям приехали ребята из Черноярковского сельского поселения. Несмотря на довольно большое расстояние между поселениями, дети добрались с комфортом. Специально для этой акции главой района Романом Сенеговским был выделен современный комфортабельный автобус. Акция «В гости к соседу» для ребят, занимающихся на досуговых площадках, в нашем районе проводится уже третий год подряд. Но впервые так масштабно и интересно. Мероприятие у нас непростое. Называется оно не просто «В гости к соседу», а «В гости к соседу казачья слава». Потому что в каждом поселении есть о чем рассказать. Наши предки-казаки действительно могут подать примеры казачьей доблести, казачьей славы. И, наверное, лето – самое подходящее время об этом рассказать очень подробно, показать деткам, что у нас есть в других поселениях, показать свои творческие достижения, представить творческие коллективы, которые смогут показать свое искусство. Своих гостей анастасиевцы встретили радушно и гостеприимно. Знакомство друг с другом ребята решили начать с совместной зарядки. Отвечаем! Все готовы! Начинаем! Все здоровы? Я не слышу! Все здоровы! Становитесь по порядку, на веселую зарядку! После физкультразминки юные участники акции отправились в музей боевой и трудовой славы станицы Анастасиевской. Заведующая музеем провела для ребят интересную экскурсию, рассказала об истории создания станицы, трудовых достижениях ее жителей казачьим быти. Вот так, ребята, выглядело жилье казака. Это была низкая ката. Посмотрите, вот стоит казак и его голова на уровне стрихи. Так называлась нижняя часть крыши. Хаты были крыты камышом или соломой. Перед хатой находится саха. Это одни из первых казаков, жителей нашей станицы Анастасиевской. Ребята с интересом слушали рассказы о трудовых и боевых достижениях казаков-анастасиевцев. А после экскурсии с радостью поделились впечатлениями от увиденного и услышанного. У ребят в Анастасиевской я первый раз. Понравился музей. Мне больше всего понравились награды. Я посмотрел, посмотрел то, что было выкопано, так я понимаю, с окопа. В музее увидел гильзы, старинные купюры увидел, понаходил такие, которые у меня имеются дома. Я сейчас сам в казачьем обществе состою. Недавно казачье общество образовалось. И мне было интересно узнать про своих недалеких соседей тоже. Впечатления большие. Впечатлений у ребят прибавилось еще больше, когда они отправились на мастер-класс по созданию поделок из воздушных шаров. С творческого урока все ушли с прекрасным настроением и воздушными игрушками. Мы здесь сделали собачек, цветочки и шпаги. Мне вот сделали собачку, мне очень понравилось. И я хочу в следующий год еще раз сюда приехать. После мастер-класса ребят ждал не менее интересный концерт, подготовленный для своих гостей юными анастасиевцами, по окончании которого ребята отправились в веселое путешествие вместе с пиратом Джеком Воробьем. Их ждали интересные конкурсы, игры, волшебные мыльные пузыри и, конечно же, зажигательные танцы. Ну а теперь мой любимый танец. Все вместе шагаем на месте. Приготовились. Один, два, три, музыка. Вышли ноги. Молодцы. Завершился праздник сладким сюрпризом. Всех ребят угостили мороженым. Уезжать черноярковцам от гостеприимных анастасиевцев совсем не хотелось. Ну, из-за детства все было прикольно, ну, классный праздник, хочу еще сказать. Ну, а как же все больше всего запомнилось? Ну, из-за детства больше всего понравилось, как мы делали мастер-класс. Ну, очень прикольно было, когда мы делали мастер-класс, вот эти шары и пираты очень было здорово. Ну, все очень понравилось, ведущий очень веселый был, энергичный, позитивный. Ну, весь зал, как видите, ждите довольны, счастливы, едят мороженое, вот. И все вроде хорошо прошло. Акция в гости к соседу продлится до конца лета. Следующими гостей будут принимать в Петровском сельском поселении. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».